Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за всё. Мы благодарны Тебе за Голгофу, за Твою смерть и воскресенье, которыми Ты открыл нам путь в царство возлюбленного Бога, садилов нас чадами Божьими и открыв для нас небеса. Мы благодарны Тебе за Духа Святого, который ведёт нас по этой земле, чтобы мы не уклонились ни направо, ни налево от Твоего плана и от Твоих намерений в отношении нас, чтобы мы могли исполнить всё назначенное Тобой без всякого недостатка. Слава и хвала Тебе наш Бог во имя Иисуса. Аминь. Добрый день, мои хорошие! Вы на канале «Тот, кто больше храма». Притчи. Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло своё нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиёт в сердце разумного и среди глупых даёт знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Сегодня мы с вами читаем деяния святых апостолов, главу 22-ю. Речь апостола Павла пред народом Израиля в Иерусалиме. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь моё оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они ещё более утихли. Он сказал. Я — иудеянин, родившийся в Тарсте Киликийском, воспитанный в всём городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователь сего учения, связывая и придавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник, и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шёл, чтобы тамошних привезти в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал «Кто ты, Господи?» Он сказал мне «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет всё, что назначено тебе делать». А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришёл ко мне и, подойдя, сказал мне «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал». Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя и Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришёл я в выступление и увидел его, и он сказал мне «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерёг одежды побивавших его». И он сказал мне «Иди, я пошлю тебя далеко, к язычникам». До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль в воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошёл и донёс тысяченачальнику, говоря «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал «Да». Тысяченачальник отвечал «Я за большие деньги приобрёл это гражданство». Павел же сказал «А я и родился в нём». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чём обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собрать первосвященникам и всему Синедриону и, выведя Павла, поставил его перед ними. В этой главе мы ещё раз услышали великое свидетельство апостола Павла о его невероятном духовном прозрении, покаянии и принятии Господа Иисуса Господом и Спасителем. К сожалению, основная часть народа Израиля так и не смогла услышать и принять сказанное им. Их духовные уши оказались закрыты. Псалом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище моё и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, От гибельной язвы, Перьями своими осенит тебя, И под крыльями его будешь безопасен, Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов в ночи, Стрелы, летящие днём, Язвы, ходящие во мраке, Заразы, опустошающие в полдень, Падут подли тебя тысяча И десять тысяч одесную тебя, Но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими И видеть вознемездие нечестивым. Ибо сказал, Господь, Упование моё, Всевышнего избрал ты Прибежищем твоим, Не приключится тебе зло, И язва не приблизится К жилищу твоему, Ибо ангелом своим заповедал о тебе Охранять тебя на всех путях твоих, На руках понесут тебя, Да не приткнёшься камень ногою твоею, На Аспида и Василиска наступишь, Попирать будешь льва и дракона За то, что он возлюбил меня, Избавлю его, защищу его, Потому что он познал имя моё, Воззовёт ко мне и услышу его, Я с ним в скорби, Избавлю его и прославлю его, Долготою дней насыщу его И явлю ему спасение моё. Дорогой Господь, Мы благодарны тебе за всё, Просим твоей помощи И твоей мудрости, Чтобы быть всегда послушными тебе, Потому что только в послушании тебе Мы можем обрести радость И покой твои совершенные, Да будет воля твоя во всех сферах нашей жизни Всегда благая, угодная и совершенная. Мы провозглашаем здоровье В наших телах и наших жизнях. Слава и хвала тебе, наш Бог! Во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны. До следующей встречи. Слава и хвала тебе, наш Бог! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok